Второе послание Коринфянам, глава 10, стих 3. И пленяем всякое помышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Когда в 3 стихе говорится о том, что оружие наше не плотское, слово «плотское» не означает «греховное». Речь здесь идет о нашем физическом теле, о физической силе. Здесь говорится о нашем физическом естестве. В расширенном переводе это звучит так, ибо мы, живя в оплоти, в физическом теле, в реальной сфере, не сражаемся, используя свою физическую силу и обычное оружие. То есть здесь говорится, что духовная война – это не рукопашный бой и не стрельба. Духовная война – это не физическая борьба. Здесь говорится о том, что духовная битва будет другой. И далее мы видим, что из себя представляет духовная война. Поймите, мы не будем вести войну на физическом, осязаемом, человеческом уровне. Нет, здесь говорится, что оружие воинствования нашего – не плотское. Здесь используется слово «плотский» или «греховный», но имеется в виду наше мышление. Здесь говорится о человеке, чье мышление – плотское или греховное. Мышление такого человека не изменено, и оно противоречит Божьему Слову. Итак, если ваши мысли плотские, и вы наверняка слышали выражение «плотской христианин». Что такое плотской христианин? Это христианин, который по-прежнему мыслит неправильно. Плотской христианин – это христианин, чье мышление противоречит Божьему Слову. А в четвертом стихе мы читаем, «Оружие воинствования нашего – мысли наши – не плотские, не противоречащие Божьему Слову, но сильные Богом на разрушение твердынь». Они не противостоят Божьему Слову. Вот поэтому здесь используется слово «плотской». Наше оружие – это не оружие, восстающее против Бога, но наше оружие – Божье, и оно имеет силу разрушать твердыни. Обратите внимание на то, что здесь говорится. Оружие, которое мы используем, от Бога, и действует благодаря Богу, или Божьему Слову. И здесь написано, что это оружие разрушает твердыни и не спровергает замыслы. Это очень важно, потому что указывает на место, которое станет полем битвы. Дамы и господа, твердыни находятся в разуме человека. Твердыни существуют в мыслях человека. Мы должны понимать, что эта война будет происходить в нашем разуме. Ваш разум – это поле духовной битвы. Ваш разум – это арена, на которой вы либо победите, либо потерпите поражение. Твердыни появляются у вас из-за неправильных мыслей, которым вы позволяете бесконтрольно расти в вашем разуме. Негативные мысли, от которых вы не избавляетесь, обрастают новыми деталями, подпитываются дополнительными сведениями, и все больше укореняются в вашем разуме. Проходит совсем немного времени, и, пожалуйста, в разуме человека появляется твердыня. И он говорит, «Я не могу это остановить, а все из-за того, что человек вовремя не позаботился о своих мыслях». Итак, поле битвы – разум человека. Разум – это место, где будет проходить духовная война. И победа в этой войне – это победа в разуме. Заметьте, что оружие, сильное Богом, разрушает твердыни. Получается, что разрушить негативное мышление можно Божьим словом. И как это сделать? Прежде всего, не молчать. Всякий раз, когда вы видите что-то, всякий раз, когда к вам приходит та или иная мысль, вы должны спросить себя, «Откуда эта мысль?» И если эта мысль противоречит Божьему слову, знайте, что она пришла не от Бога. А если эта мысль от дьявола, вы обязаны воспользоваться Божьим словом, чтобы разрушить ее, чтобы она не смогла вырасти и послужить материалом для новых твердынь. И, проще говоря, если вам приходит мысль вроде этой, «Я, скорее всего, умру от той же болезни, от которой умер тот мой родственник», вам нужно открыть рот и произнести Божье слово, потому что только так вы не спровергаете замыслы. Вам нужно сказать, «Ранами его я ицелен, я буду жить долго». Так вы не спровергаете эту мысль Божьим словом, исходящим из уст ваших. Мыслью невозможно не спровергнуть другую мысль. Мысли можно не спровергнуть только Божьим словом, исходящим из ваших уст. Значит, вам нужно открыть рот и начать говорить Божье слово. Если у вас есть мысль, «Судя по всему, я буду нищим всю свою жизнь». Да, эта мысль пришла к вам в голову, но теперь вы должны открыть рот и провозгласить Божье слово, которое противоречит этой мысли и не спровергает ее. Вы должны, во-первых, сдерживать свои мысли Божьим словом, а во-вторых, не спровергать мысли, также Божьим словом, говоря его вслух. Говорите слово. Поначалу, возможно, придется, не замолкая весь день, произносить Божье слово и не спровергать мысли. Произносить Божье Слово и не спровергать мысли. Произносить Божье Слово и не спровергать мысли. Но чем чаще вы это делаете, тем реже вам придется делать это. Потому что ваша власть в этой сфере будет расти. Но если вы не знаете, как поступать, вы будете сидеть сложа руки, позволяя глупым мыслям наполнять ваш разум. Потому что будете полагать, что ничего не можете с этим поделать и не в силах обуздать свои мысли. Я тоже так думал. Но обуздать мысли можно. Их можно обуздать Божьим Словом. Вы можете обуздать их Божьим Словом. Да, вы не можете помешать своим мыслям проникнуть в ваш разум. Мне нравится, что на этот счет говорил Брат Хейган. Он говорил, вы не можете запретить птицам летать над вашей головой, но вы можете не позволить им свить гнездо в ваших волосах. Вы понимаете, о чем я? Итак, с этого все и начинается. Мысли — это семена. И, пожалуйста, поймите, на что способен сатана. Все его усилия, все его внимание сфокусированы на том, чтобы заставить вас мыслить так, как желает он. Это оружие дьявола. Как бы мне закинуть свои мысли в их разум? Как мне добиться, чтобы мое мышление стало их мышлением? Что мне сделать, чтобы мои мысли проникли в их разум и оставались там дольше, чем Божьи мысли, чтобы не Бог, а Я обосновался в их разуме, как дома. И после того, как мысли проникнут и укоренятся, окрепнут в вашем разуме, они находят выход через ваши уста, они наполняют ваше сердце, а затем овладевают и всей вашей жизнью. Вы увидели это? Это настоящая война. Это битва в разуме. Арена. Стадион, где будет проходить Кубок Чемпионов прямо сейчас. Это ваш разум. Аминь. Вы готовы к этому? Обратите внимание на то, что здесь написано. Неспровергаем замыслы. Корень слова замыслы — мысль. Неспровергаем мысли. Неспровергаем мысли, потому что если в вашу голову приходит мысль, вы начинаете прокручивать ее в голове, тем самым подпитывая ее. И эта мысль становится хорошим материалом для образования твердыни. Неспровергаем замыслы. И что? И всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И пленяем всякое помышление в послушании Христу. Заметьте, что Бог повелевает нам ниспровергать замыслы и избавляться от мыслей, которые превозносятся над познанием Бога. И далее идет пояснение, как это сделать, пленив эти мысли. Пожалуйста, поймите, друзья, когда здесь говорится о ниспровержении замыслов и всякого превозношения, восстающего против познания Божия, имеется в виду, что вы должны выбрасывать, избавляться от всего в вашем мышлении, что противоречит Божьему Слову. А это значит, вы должны стать надсмотрщиками над своими мыслями. Вы больше не можете быть безучастными. Это не важно, потому что это только мысли. Разве может мысль кому-то навредить? Да, мысль не может кому-то навредить в этот момент. Но если она вырастет, тогда она пробьет себе дорогу в вашу жизнь и проявит себя. Мы должны не спровергнуть ее, не продумывать ее в деталях, не подпитывать ее новой информацией, чтобы она не выросла еще больше. Избавьтесь от нее. Если она противоречит Божьему Слову, избавьтесь от нее. Нельзя прокручивать в голове мысли об извращениях, потому что если вы их не не спровергнете, очень скоро эти мысли реализуются в вашей жизни. И вот что делает дьявол, он обязательно поставит программу на одну из 600 спутниковых каналов, которая будет подпитывать эту негативную мысль. Какой-то образ, какой-то фильм, или что-то иное, поддерживающее эту мысль. Раньше извращения называли извращениями, и все считали их неприемлемыми. Но случилось вот что. Кто-то не выбросил эти мысли из головы и стал их подпитывать, а потом кто-то излил эти мысли в образы, а кто-то перенес их в комедийные программы. Из них они перешли в ток-шоу, а из ток-шоу в художественные фильмы. И вот кто-то уже вручает за это Оскара. И теперь никто не даст гарантии, что люди будут считать это извращением. Вот как это действует. А Бог повелевает нам не спровергать такие мысли. Каким образом? Божьим Словом. Я заставляю мысль, которая противоречит Божьему Слову, подчиниться Божьему Слову. Послушайте, друзья, если я не знаю, что говорит Божье Слово, мне будет трудно расставить сеть, чтобы пленить эту мысль. Если вы позволяете миру убеждать вас в том, что нет ничего плохого в том, чтобы иметь такие мысли, если вы позволяете ток-шоу убеждать вас в том, что нет ничего плохого в таком мнении, тогда вы приглашаете в свою жизнь твердыни. И знаете что? Может, с вами ничего и не произойдет, но такое мышление перейдет к вашим детям и проявится в них, потому что мы не смогли его победить, потому что мы не смогли его преодолеть Божьим Словом и не подчинили свое мышление Божьему Слову вопреки мнению большинства. Вот к чему мы пришли. Итак, есть дьявол, который нашептывает нам слова, противоречащие Божьему Слову. В наши дни над Библией смеются, говорят, что она устарела, и что лишь недалекие люди живут по Библии. Об этом говорят в наши дни, и я не знаю, заметили вы или нет, но в последнее время люди все меньше и меньше приходят в церковь. Появляются какие-то странные церкви. Они называют их домашними. Нет ничего плохого, если вы собираетесь по домам. Но не нужно пренебрегать церковью. Они говорят, Иисус не ходил в церковь. Какую Библию они читают? Библия утверждает, что Иисус ежедневно учил в храме и делал это постоянно. И вот что происходит. Люди пытаются заставить вас мыслить не так, как говорит Божье Слово. И если вы ослабите бдительность, вы начнете верить в эту хорошо замаскированную ложь, поднимающую бунт против библейских истин. И если вы этого не заметите, тогда ложь послужит неплохим основанием для строительства в вашем разуме твердыни, которая принесет проклятие в вашу жизнь, в жизнь ваших детей и последующие поколения. И все это началось с какой-то мысли, на которую вы не обратили внимания. «И да скажет церковь, аминь!» Кто-то сказал, правильно говоришь, пастор, правильно говоришь. Ладно. Давайте подытожим, какой силой обладает сатана. Вот что у него есть. Оружие сатаны — это предложение. Это предложение. Это предложение. Посмотрите, что произошло с Адамом и Евой в Эдемском саду. Сатана пришел с предложением. И когда его предложение выслушали и не подвергли критике, оно превратилось в мысль. Они начали прокручивать эту мысль в голове, и вот уже нет ничего плохого в том, чтобы съесть плод, который Бог совершенно ясно есть запретил. Самое сильное его оружие — это его предложение. Каким образом он может предложить вам думать вопреки Божьему Слову? Что он может показать вам, что предложит вам мыслить вопреки Библии? Что он предлагает вам через песню? Что он предлагает вам через друга? Что он говорит вам через родственника? Он постоянно и разными средствами пытается проникнуть в ваш разум с чем-то противоречащим Божьему Слову. Не нужно изобретать что-то очень заумное, чтобы заставить вас думать, что Бог был занят сбором лилий в своем саду, и из-за этого умер ваш родственник. Потому что Бог дал, Бог и взял благословенное имя Его. «Дьяволу не нужно изощряться. Он большой специалист в этом деле. Он может умело выдернуть отрывок Священного Писания из контекста и потом заразить ваше мышление, используя проповедь искренне заблуждающегося проповедника». Вы понимаете? Давайте перейдем к следующему. Все теперь имеют представление о том, что такое духовная война. Мы говорим о духовной брани, а не о войне или обычной драге. Давайте теперь откроем первое послание Тимофею. Главу первую. 1 Тимофею 1 Стихи 18 и 19 Стих 18 гласит «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». Кто из вас желает воинствовать, как добрый воин? Аминь. Библия говорит, что мы должны воинствовать как? Скажите, я воинствую, как добрый воин. Дамы и господа, добрый и хороший воин не терпит поражений. Да? Кому из вас доставалось в школьных драках? Руки поднимать не обязательно. Но если вам доставалось в школьной драке, вы не вставали радостно с земли, грязные, в крови, без зубов и так далее, не бежали домой, чтобы похвастать маме? Мама спрашивает, «Как прошел день?» «Я дрался, как добрый воин». «Хороший воин так не дерется. Тебя отлупили, и где был твой брат? Он видел драку? Куда он смотрел? Почему он не вмешался?» Да, тогда мы не знали, что нужно любить врагов своих. Друзья, послушайте меня, хороший, добрый воин это тот, кто побеждает. «Но как нам этого добиться?» Заметьте, здесь написано, «имея веру». Мне это нравится. «Теперь я знаю, чтобы я мог сражаться, как добрый воин, мне нужна вера». «Чтобы я мог сражаться, как добрый воин, мне нужна вера». Теперь послушайте, как это звучит в расширенном переводе Библии. «Чтобы ты воинствовал, как добрый воин, имей веру, полностью полагайся на Бога, абсолютно доверяй ему, и добрую, чистую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Для того, чтобы воинствовать, как добрый воин, несмотря на жизненные обстоятельства, нужно иметь веру. Когда Слово Божье говорит о том, что вы исцелены, а ваши мысли твердят иное, верьте Слову, используйте свою веру, говорите слова веры, чтобы услышать свою веру, увидьте то, во что вы верите, пусть в вашем сердце будет вера, «Верьте Богу». Помните песню, которую мы раньше пели? «Держись верой своей». Вот именно это нам и нужно. Дело в том, что порой наши мысли приводят к тому, что наша душа ослабевает. И если вы ослабели, то это значит, вы сдались. Это значит, вы упали, вы отступили, и решили сдаться. «Я устал». «Я устал». «Как хочешь, дьявол, ладно, ладно, я умру». Мне уже надоело исповедовать то, что я исцелен. Ну и умирайте тогда, если хотите. Видите, он вас победил. Он выиграл битву. Если вы получаете двухтысячную по счету квитанцию, после того, как вы непрестанно исповедовали, я избавился от долгов, все мои потребности восполнены, у меня избыток и изобилие, но вы получаете двухтысячную квитанцию и сдаетесь. А нужно взять себя в руки и взять в руки Библию и сказать, «Я знаю, сколько было таких квитанций, но я все равно верю и буду говорить, что я избавлен от долгов и все мои потребности восполнены». Держитесь своей веры. Держитесь веры. Не ослабевайте и не сдавайтесь. Где? В разуме. Вот чему нас учит Библия. Библия учит нас не ослабевать духом и отдавать свои мысли на откуп врагу. Когда христианин проигрывает битву, он проигрывает ее сначала здесь. Они утомились, ослабели и сразу же сдались. И когда вы ослабеваете и не следите за своими мыслями, тогда все в жизни пойдет ко дну. Поэтому здесь и приведено сравнение с кораблекрушением. Вот что происходит, когда вы теряете веру. Это подобно кораблекрушению. Библия говорит, если вы хотите воевать, как добрый воин, слава Богу, имейте веру и чистую совесть и уверенность в том, что Бог никогда не лжет. Я буду держаться того, что Он сказал мне. Мне все равно, что диктуют мне обстоятельства. Мне все равно, как ведут себя мои дети. Если вы молитесь за благочестивых детей, просто держите свои веры. Даже если они ведут себя как маленькие дьяволята, я все равно буду держаться своей веры. Я не сдамся, потому что однажды придет день, когда они станут такими, какими я их видел все время глазами своей веры. Аминь. Давайте откроем 1 Петра, 2 главу. Некоторые спрашивают, почему вы всегда ходите в церковь? Это наша заправочная станция. Здесь мы заправляемся, понимаете? Мы заправляемся. Нельзя доехать до Алабамы на пустом баке. Вы меня слушаете? Для того, чтобы продолжить путь, нужен бензин. А мы все на пути к небесам. Нам нужно заправляться. Нельзя на одной заправке ехать бесконечно. Нужно периодически подъезжать и заправляться. Вот поэтому вы приходите сюда в среду вечером и в воскресенье. У вас есть понедельник и вторник. Этих дней достаточно, чтобы израсходовать много топлива. Я так рад. Я благодарен Богу за Его Слово. Указатель топлива показывал полный бак после воскресенья. Но ко вчерашнему дню стрелка сильно опустилась. Я сказал, «О, карабаса!» Когда пустой бак, я даже не говорю на родном языке. «Карабоша леба какалеба!» Вы больше меня знаете, что мне нужно. Помогите мне! Помогите мне поскорей! Аминь! Хорошо, давайте прочтем 1 Петра, глава 2, стих 11. 1 Петра, глава 2, стих 11. Написано, «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, почему? Потому что они выступают против вашей души». Он говорит, «Не связывайтесь, не увлекайтесь плотскими похотями, потому что они восстают против вашей души». В расширенном переводе это звучит так, «Возлюбленные, прошу вас, как чужеземцев и беженцев в этом мире». Мне нравится, как он сказал. Он сказал, «Христиане, вы здесь чужеземцы, странники, беженцы». Да, вы иностранцы, и вы проездом в этом мире. Вы граждане небес. И он говорит, «Ведите себя, как полагается, гражданину небес. Не поступайте, как жители этого мира. Поступайте, как чужеземцы и беженцы». Он говорит, «Удаляйтесь от плотских похотей, нечестивых желаний и низменных страстей, восстающих на душу». Вы видите, что Бог говорит здесь. Особенно это касается холостых и незамужних. Обуздывайте похотливые мысли. Не смотрите порнографию. Вам не нужно ложиться в постель с первым встречным только потому, что вам одиноко. Не разглядывайте грязные журналы. Не звоните на грязные номера. И не смотрите на грязные страницы в интернете. Сейчас везде полно грязи. Настоящая грязь. Ее можно найти везде. И вот как поступают некоторые. Даже если вы делаете это тайно у себя дома, вы все равно этим вредите своей душе. И значит, лучше, он сказал, не смотреть. Не смотрите, потому что, включив это, вы даете врагу возможность атаковать вашу душу. А нам и без того достаточно битв с дьяволом. Нам не нужно воевать с симпатичной секретаршей, которая почему-то считает, что разговаривать можно только шепотом. Здравствуй. Зачем вам это нужно? Вы должны ей сказать. Научись говорить громко так, чтобы я слышал. Но не нужно со мной разговаривать на таком близком расстоянии. Поверьте мне, вам не нужны новые битвы. И поймите, что порой вам приходится сражаться из-за собственной глупости. Вы сами развязали войну, потому что пошли на поводу собственной похоти. Просто не делайте этого. Не делайте этого. Пастор, а как же свидание? Нет ничего плохого в поцелуях. Вы сами во всем признались. Некоторые поцелуи мы с женой не позволяли себе до тех пор, пока не поженились. Нет, нет. Я помню, когда я первый раз поцеловал ее, я видел фейерверки и звезды. Я так разволновался. Я думаю, что ее мама не знает об этом и по сей день. Я сел в машину ее мамы и поехал домой. И только на следующее утро я понял, что эта машина не моя.